Сегодня я хочу рассказать про то, что придумали власти Турции, какие новые законы по поводу получения гражданства на основании инвестиций. Это вот этих вот как раз 400 тысяч долларов. И отменили долевую собственность. Вы на канале Турки Спейс. Я Олеся. Сегодня без бога. Собственник должен быть один. Не должно быть долевых инвесторов. Это раз. Во-вторых, если раньше действовала формула, что, например, ты покупаешь за 400 долларов недвижимость, или, например, ты купил очень дорогую недвижимость за 800 долларов, то мог получить гражданство на две семьи. На все свои семьи. То есть ты, ребенок, жена, еще там мама, папа и так далее. То теперь так будет нельзя сделать. То есть если ты покупил одну квартиру, то значит это одна семья. Невозможно приобрести будет несколько объектов на общую сумму. Теперь получить ВНЖ, имеется в виду ВНЖ по ТАПУ. Можно будет только в том случае, если квартира была приобретена у Турка, который в собственности этой квартиры уже не менее трех лет. Если покупается недвижимость у иностранца, то получить вот это вот длинное ВНЖ на два года по ТАПУ нельзя будет. Раньше эти правила касались только гражданства, теперь же они касаются и ВНЖ по ТАПУ. Так что имейте в виду, можно будет купить недвижимость и получить ТАПУ только у Турка. И у которого еще есть собственность в течение трех лет, то есть не менее трех лет. Также изменилась сумма налогов и указание вот этой вот суммы, которая видна в ТАПУ. И это касается не только иностранцев, но также и граждан Турции. То есть раньше, когда произведена была покупка недвижимости, в ТАПУ указывалась какая угодно сумма. И она всегда была намного, даже в десятки раз меньше, чем сумма кадастровая или сумма экспертной оценки. Так делали граждане Турции, ну чтобы сэкономить на налогах. Сейчас же это будет сделать невозможно. В ТАПУ должна быть указана та сумма, которая либо равна кадастровой, либо которую усыновил экспертный оценщик, который будет отправлять из банка. Так что в любом случае, то есть раньше, когда иностранец покупал квартиру, рассуждал, что как же мне поступить, если турки указывают в своем ТАПУ совсем маленькие суммы. А я, например, покупаю там за 75 тысяч долларов квартиру или за 100 тысяч долларов. А у него там указано 30 тысяч долларов. И сложно было найти такой ТАПУ, где указана настоящая сумма. Вернее, даже такой и не было. Указана была очень маленькая сумма. Особенно, когда появились вот эти вот нижние границы стоимости недвижимости для получения ВНЖ по ТАПУ для иностранца, то это прям стало мучительным размышлением для иностранцев, как мне поступить, где взять экспертного оценщика, как не попасться на очередного мошенника. И появлялась очередная возможность у людей нажиться на людях. Теперь же этого всего не будет. Будет экспертная оценка обязательно. При покупке недвижимости все равно кем. Это будет иностранец или гражданин Турции. Будут отправлять из банка экспертного оценщика. И вот на какую сумму он оценит квартиру, такая сумма и будет указана в ТАПУ. Это неплохая новость для иностранцев, это плохая новость для турков. Налог в 4% который нужно платить на недвижимость, теперь будет платиться с полной суммой, а не с той, которую захотели указать в ТАПУ. Пока что это вот все изменения, касаемые покупки недвижимости в Турции. Напиши в комментариях, они тебя расстроили или обрадовали. Ну вот нас, например, с Вовой эти изменения обрадовали, потому что 400 тысяч долларов у нас нет, никогда не было. Поэтому мы даже и не размышляли на эту тему, типа как купить квартиру с долевой собственностью, недолевой собственностью. Поэтому вот эта вот сумма, которая в ТАПУ была указана обычно, нас больше всего напрягала. И мы размышляли в будущем, как нам поступить, чтобы не опростоволоситься на этой теме. А теперь голова вообще не будет болеть. Ты просто покупаешь эту квартиру, как в любой другой стране, без особенностей вот этих вот азиатских. Всегда в странах азиатских есть определенные особенности при покупке недвижимости, которые зачастую кажутся странными, когда ты едешь из европейских стран или около европейских стран. Ну а теперь вот все по европейским стандартам. Купил квартиру, цену заплатил, та же самая цена и в ТАПУ, и не надо париться. Как новости? Напишите в комментариях. Подпишитесь на канал, ставьте палец вверх, если видео было полезно или если вы не знали об этой новости. А также под видео есть наша почта для связи. Всем пока!